В США усиливается антироссийская риторика. Ежедневно кто-то из известных людей публично выступает в защиту ЛГБТ-движения. Активно критикуют принятый официальный Москвой закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Собрал воедино самые последние колкости в адрес России наш американский субкор Вениамин Трубачев. Каждый день в американских СМИ появляются статьи в защиту российского ЛГБТ-сообщества. Например, сегодня влиятельная «За Вашингтон пост» разразилась огромным материалом с цитатами «Лэйди Гаги». Известная певица, не стесняясь выражениях, резко критикует Кремль за ущемление прав геев и лесбиянок. Газета приводит целый список цитат артистки, которая, кстати, совсем недавно выступала в Санкт-Петербурге и Москве. Вероятнее всего, именно после своего визита она решила публично высказаться на этот счет. Российское правительство преступно. Подавление будет встречено революцией. ЛГБТ-россияне, вы не одиноки. Мы будем бороться за вашу свободу. Что больше всего возмущает сейчас американское, да и, собственно, мировое ЛГБТ-сообщество – это Олимпиада в Сочи. Под вопросом участия в играх сотен спортсменов, геев и лесбиянок. Каждый из них, кто открыто заявляет о своей ориентации, может, поехав на Олимпиаду в Россию, попросту угодить за решетку. Кое-кто уже отказался от столь радужной перспективы, но большинство все-таки решили протестовать. Атлеты, среди которых немало именитых, объединились в организации, дают интервью и подписывают петиции. У нас уже миллион и семьсот тысяч сторонников по всему миру, которые принимают активное участие в кампаниях против антигейских законов накануне Олимпиады в Сочи. Сейчас мы как раз готовим петицию в Международный Олимпийский комитет. Она против подобных законов и требует их отозвать, прежде чем проводить Олимпиаду. Волна в защиту российского ЛГБТ-сообщества началась с выступлений американских любителей водки. По всем штатам на улицы начали выходить люди с бутылками этого русского национального напитка и выливать на землю в знак протеста. Активисты призывают владельцев баров вычеркнуть водку из меню, а всех остальных принципиально ее не пить, пока в России не отменят скандальный закон. Таким образом мы выражаем нашу поддержку и акцентируем внимание всего мира на том, что происходит в России. Мы не собираемся оставаться в стороне и позволять столь несправедливо обращаться с такими же людьми, как и мы. Казалось бы, такой довольно необычный вид протеста, кроме улыбки, никаких последствий принести не может. Но нет, петейные заведения в США уже активно отказываются от водки. Например, в одном только Нью-Йорке к бойкоту присоединились 200 ресторанов. Вениамин Трубачев, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. Вашингтон.